Пожалуйста, не мните мне грудь, а то муж увидит. Любые творческие задачи, поставленные в литературной школе, Александра решает всегда максимально смело и с юмором. Сама руководитель театральной студии «В школу я пишу» ходит третий месяц. За это время написала короткий рассказ, начала роман и первую сказку для детей. На прозу перешла с поэзии. Первая свое стихотворение сочинила в 10 лет. Еще несколько произведений Александры вошли в сборник «Радуга над Амуром», опубликованный в прошлом году. Идей много. В «Школу я пишу» пришла за их систематизацией и оформлением. С детства я думала, мечтала, что когда-то, когда-то я напишу историю про себя, такую автобиографичную, про девочку Сашу, которая преодолевает какие-то преграды и верит в свою мечту, и у которой сбываются эти желания, эти мечты. Школьница Анастасия в коллективе единомышленников «Новичок» ходит всего месяц. Тренируется писать в жанре страшилки, также описывать природу. Получается не все и не сразу, но соратники и преподаватель всегда готовы поддержать. Помогают раскрыться, более-менее понять, как правильно писать, как упражняться. У меня выработалась привычка писать каждый день. Изменения есть, но это, конечно же, только месяц. Думаю, дальше больше я буду продолжать ходить. Руководитель креативной школы Анна Юрьева преподает историю зарубежной литературы в АМГУ, пишет стихи и прозу. Считает, что необходимость открытия таких курсов давно назрела. Сейчас у нее два десятка учеников, от школьников до бизнесменов. В каждом развивает фантазию и креативность мышления. Занятия строятся так, то есть у нас есть какие-то теоретические вещи, которые именно в формате «как правильно» и тренировочные. Это различные упражнения, абсолютно разные. То есть никогда не могут участники угадать, что сегодня будет, потому что я всегда стараюсь подобрать разные эффективные упражнения. Кто хочет попробовать себя в роли писателя, могут записаться в литературный клуб прямо сейчас. Занятия проходят в библиотеке имени Чехова. Днем для детской группы, по вечерам для взрослых. Есть и онлайн-курс.